Лёгкий будник Для детей это что-то невероятное Готовясь к новогодним праздникам Вот не надо забывать о безопасности Во-первых, когда покупаете Пиротехнические изделия В специализированных магазинах Обязательно требуйте у продавцов Сертификат Нужно обязательно изучить инструкцию Обратите внимание на целостность Заводской упаковки И еще при закупке пиротехники Следите за тем, чтобы люди Вот когда будете запускать Вот эту пиротехнику Находились на безопасном расстоянии Кстати, вот электрические гирлянды Безопасны, если они прошли сертификацию И во время хранения на складе Там не были испорчены Кстати, рекомендуют Что? Не покупать электрогирлянды Неизвестного производителя И самодельные тоже не использовать Если покупаете Обязательно должна быть Инструкция на русском языке И там должны быть перечислены Все опасные факторы И еще, я думаю, вам будет просто интересно узнать Что при выборе гирлянды Старайтесь отдавать предпочтение Знаете каким? Менее мощным 2М Вот не МММ, а 2М Менее мощным Потому что чем меньше мощность лампочек Тем меньше создаваемый нагрев А значит риск возгорания Короче говоря, гонимся не за ценой А за качеством Потому что от этого зависит ваша жизнь Сильно нагревается когда А очень многие используют Пластиковые игрушки Которые легко загораются Нужно быть очень внимательным Нет, это точно Все хотят носить на себе Качественные украшения Наша елка не исключение Тоже хочется чего-то качественного Так вот лучше использовать Ну, кстати, пластиковые украшения Вместо стеклянных советуют Но если вы пообещаете быть аккуратным То, в принципе, можно использовать И стекло при декорировании Ну, потому что мы вчера говорили Животные, которые там прыгают, скачут Ну, пластик, он же плавится Ну, смотри, правильно Важная вещь Нельзя наряжать дерево ватой Бумажными игрушками Снежинками Потому что, мало ли, ваш бенгальский огонек Вдруг решит приземлиться На легковоспламеняющиеся публикушки Вот эти Поэтому надо очень... Нужно быть крайне осторожными Да, абсолютно Ну, и, в общем-то, ты знаешь, я тоже Так склонен... Я люблю стекло Очень люблю стеклянные игрушки Они замечательно красивые Но давно не использую У меня других, кроме стекла, нет Да, а у меня вот только пластик У меня, знаешь, почему стекло? Потому что хрупкость праздника И к нему более бережное отношение А у меня, знаешь, почему пластик? Потому что мне каждый день елку поднимать приходится Поэтому, ты знаешь, это безопаснее Ну что, а теперь вопрос Итак, в этой стране Новый год встречают с особым шиком и изяществом Особенность состоит в том, что в ночь на 1 января местные жители делают куклы размером в человеческий рост И делают они их из любых подручных материалов А затем надевают на них старую ненужную одежду Это похоже на то, как мы делаем на масленицу На куклы прикрепляют различные записки или изображения Которые ознаменовали события уходящего года Затем куклы проносят по улицам города После чего в 12 часов их сжигают на костре Назовите эту страну Варианты ответа Китай, Эквадор, Австралия Итак, друзья, ответы ждем только в Вайбер сегодня Только в Вайбер 33 699 102 и 1 Кто правильно первым ответит Того ждет подарок от Минского городского управления МЧС Итак, вот в этой стране все так же происходит, как у нас на масленицу Только 1 января Местные жители делают куклы размером в человеческий рост Старая одежда на этих куклах ненужная И прикрепляют различные записки или изображения Что там было в уходящем году Видимо, чтобы плохое все ушло А затем куклы проносятся по улице города И в 12 часов сжигаются В какой это стране? Китай, Эквадор, Австралия Вот такие были варианты ответов Ты знаешь, все оказались ответы популярными Варианты, вернее, не ответы Все выбрали Даже кто-то Венесуэла написал Но Ты сказала вариант Эквадор Да И это верный ответ И, кстати, раньше всех дала его Анжела Мы дозвонились до Анжелы Анжела, добрый день Добрый день Добрый день, Анжела Знаете, вы как в поговорке Главное не быстро бегать, а раньше выбежать И вы оказались быстрее всех Спасибо большое Мы вас поздравляем Спасибо огромное вам Спасибо, что слышали А вы знали эту традицию? Потому что Я где-то слышала ее Я ходила в музей елочных игрушек в Минске Я где-то слышала это Ага, потому что Набрать это в интернете Чтобы проверить так быстренько за одну песню Это сложновато Да Ладно, если там есть попрочие задания А тут не так Слушайте, вы большая молодец А вы вообще пользуетесь Настоящей елкой искусственной Много у вас там гирлянд? Гирлянд много Елка искусственная Ага Поэтому будьте осторожны Предупрежден Значит вооружен Все-таки наш партнер МЧС Ну и, конечно Мы расскажем вам Все о подарке Где-то можете забрать Спасибо вам огромное Да Скоро расскажем Подарок вас ждет И министерство По чрезвычайным ситуациям Конечно же Поздравляет всех С наступающим Рождеством И Новым Годом А также Напоминает А также напоминает Соблюдайте правила пожарной безопасности Будьте осторожны При использовании Пиротехнических изделий И берегите себя И своих близких Редактор субтитров А.Семкин